Конечно, она переживает. Она сейчас... Маленькая, не переживай. Они будут с мамочкой жить тоже. Отдаем из 8-5 цыплят. У нас, в принципе, переселение и так в курятнике, сами знаете. А хорошим людям очень надо. Она на тебя нападает, конечно. Слушай, у нее стресс будет. Давай. Держи. Она драться вышла, Сашка. Как это благородно с ее стороны. Мама, мамочка, не переживай. Она тебе додает, мамочка? Сколько? Не знаю. Четыре? Сашка, она наше глаза повыкалит. Ммм. Все, три доставил? Два маленьких с белым пером и бронер. Слушай, если бы я знала, что такая будет картина страшная, я честно тебе сказать, я не могу прям. Я бы не согласилась, наверное. Все, моя девочка, прости, пожалуйста. Трое с тобой остаются цыпочек. Все, все, все. Самых маленьких возьмешь? Самых маленьких возьмешь? А почему самых маленьких именно? Ну, не знаю. Пускай он будет самый маленький. Ну, ладно. А может, и средненького? Ну, ладно. Я так не буду убирать, Ромаш. Ну, ты чего желтяшку уронил? Пардон. Все, пять? Да. Сашка, ты посторожнее их неси-то. Давай. Мы их подбросим к подкидышу, к нашему курице, потому что у нас забрали цыпок. Давай, поймем к шломастера возьми, чтобы пока их отличать. Хорошо, сейчас. Потом он сотрется, конечно, но они уже вырастут, мы поймем. Желтяшки помечены. В чем суть эксперимента, ты расскажи. Мы хотим посмотреть, может ли курица без дополнительных каких-то офигенных условий, в виде отопления, чтобы у них 37 там было ровно, да, поддержки какой-то влажности, сама вырастить вот этих цыплят. Посмотрим, могут ли они существовать с обычной птицей при своем-то заведомо слабом иммунитете и кушать обычную еду птичью, то есть не комбикорм специально для бролеров, а с общего стола кушать. Да, просто не сушек, мешанки там всякие, зерно даже потом будет. И потом гулять на выборе. Все, понесли скорее. Подожди, это рост 308 в Болгарии. Очень сильно сопротивляются. Вот моя девочка. Смотри, какие у нас желтяшки. На тебе взамен тебе, вместо тех твоих пятерых, вот тебе другие. Идите-ка, идите-ка. Тебе подойдут такие? Идите-ка. На самом деле у цыплят говорят, что в первые трое суток заканчивается инстинкт под маму забираться. Ну вообще с мамой жить. Вот я не знаю, они сами-то как? Этот-то вот тут вот. Ай! Извини. Ай! Где? И сейчас? Ну чего, я не знаю. Мы не рискуем, короче. Ну все, ладно, давай, смотрим, что будет. Они не замерзнут тут у нас. Если она, она их не возьмет под крыло, они замерзнут. Здесь холодно, кстати. Да, здесь прохладненько. Кстати, к обам, ой, нашим росам 308-м, сколько суток? Трое? Трое. Трое суток. Вот на 30 сутки как раз у них инстинкты заканчиваются. А если они сейчас сюда выбегут, ну точно замерзнут. Слушай, я боюсь сейчас. Ну что, не надо бояться, все, закрываем. Сами разберутся, ты думаешь? Разберутся сейчас, да. Ну не знаю. Все, пятерых мы отдали, нас попросили, мы отдали, короче. Мамочка, давай крылья растопыривай. Она уже вроде как готова растопыривает, вроде как. Страшный мамаша Тиран. Да? Ты страшный мамаша Тиран? Ну забирай их под себя, забирай. Я хочу, чтобы этот вот непомеченный юркнул, они, может быть, увидят и сами полезут туда под нее. А то, мне кажется, они не понимают, куда их придащить. Ну что, нравятся тебе цыплятки росовские? Чехи, иностранцы. Милая, ну как у тебя дела? Все под тобой, вон, смотрю, шевелятся. Вот, посмотрите. Вроде как, да, бройлеры. И должны жить в этом возрасте, пред 36-37. А здесь ведь совсем нет такой температуры, если вот он не там торчит. О, господи, со всех сторон, милая. Может, мы тебе многовато дали-то? Шмык, 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 шмык. Да? Ты будь понимательной, они не так и в попу влезут обратно. Так, вон ходят два еще. Молодцы вы. Молодцы, ребята, вы опять, правда, закидали поилку. А так очень хорошо все, да? Скажи, было восемь, и осталось восемь. Не надо никаких изменений. Ты хорошо считаешь? Всех считаешь? Смотри, никто не убежал. Они вылезают отсюда, да, у тебя? Вылезают, хулиганки. Ну, ты уж следи за ними. Я не закрываю ей вот эту вот дверку, ну, так скажем, напровизированную, занавешиваю шторкой. Потому что она мама-защитница. Если другие куры начнут их обижать, я думаю, что она очень резко вмешается. Вот сегодня очень холодно на улице. Ну, для весеннего дня, так скажем. Вот здесь такая температура внизу. Но это выше даже, чем у нее на полу. Саша эту приточку закрыл, чтобы здесь им не сквозило. Потому что открыто ей окошко. И выгул. Вот. Да, мой сладкий? Ты умница. Я тобой горжусь. Пойдем посмотрим наших малышей подкидышей. Сашечка, пропусти нас! Паразит ублил водой меня. Фу-фу-фу, Александр Сергеевич. Смотрите, меня увидели и все домой. Мамочка зовет. Теперь осторожнее, надо в курятник заходить. Вот, смотрите. Это рост 308. Милые мои подкидыши. С синенькой меткой они. Им 6 дней. Те, которые головка без метки, это два цыпленка помесные. Мама учит из общего котла кушать. Но они еще маленькие, дурочка. А другие куры пришли смотреть на это шоу. Так. Кучинка, женщина серьезная. С ее потомством особо не забалуешь, да? Да вы что пришли стоять смотреть-то? Вот идите отсюда! Вот я боюсь, что они их клюнут. Но не знаю. Пока, видите как. Ты тоже хочешь сниматься? Ну вот своих цыпок выведешь, тогда я тебя и сниму. Вот так, поняла? Тут можно словить леща, абсолютно верно. Да, трусишки попрятались. Идите. Мамочки. А ты поняла уже, да, что сейчас можно получить тут? Вот наши подкидыши. Смотрите температуру теперь. 15 градусов. Кушают они с общего стола. У них есть немножечко их детского корма, вот маркорм, видите, в кормушке. Но, смотрите, она всех сюда вывела зерна кушать. Хотя, мне кажется, зерна, конечно, им еще... Видите, все, проблема высоко, кормушки. Ну-ка давай вот так сделаем, смотри. Ну-ка вот так, смотри. Пытается есть. Получила, овца? Молодец ты, моя кученка. Все, я теперь за деток спокойно за твоих. Ты умница моя. Вот это да. Смотрите-ка, все зрители выкатились. Сейчас она еще и там догонит. Нет, нет, все, они ушли, моя милая, ушли. Какая ты мамочка злая. Так, куда она вообще ушла-то? Догонять врагов? Нафига себе, сходила, разобралась. Посмотрите-ка, я пришла обратно. Нет, нет, нет никого. Не бойся, не бойся. Везде посмотрела. Смотрите, черная заходит. Там петух идет сюда разбираться. Не было бы чего тут, а. Петя, ты что, пришел? Девки ссорились. Они тебе нажаловались, что ли? Да, их выгнали отсюда. Ну а что делать? Петя разобрался, все, свободен. Вот это ты сделала номер. Пора запомнить, что здесь окно вообще-то. Идите отсюда, вот-вот-вот. Давай, девок своих забирай отсюда, идите. Ничего здесь? Сейчас ты тебе получишь, сейчас ты. Я предупреждала.